Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган, где все цветет и пахнет. И вот состоялось долгожданное событие, выпуск Львов на просторы Крымской Саванны. Мы видим, что выпустили молодых Чука и Чипа. Вот молодняк, довольный, быстро они адаптировались на территории Саванны. Но у них и в том вольере была не маленькая территория, а здесь и подавно столько зелени, тепла, красоты, что они, конечно, очень возбужденные такие, довольные на выйти на такие просторы. Тем более здесь их встретил добряк Чук. Чуку не впервой брать, так сказать, на воспитание молодежь. Так что все будет нормально. Вот такие крепыши, крепенькие ребята. Здесь в Саванне у них быстро мышцы окрепнут, вырастут, будут настоящими такими царями зверей, мощными и сильными. Под чутким руководством Чука. Чук, он уже такой не просто вожак, а наставник. С его опытом. И это вселяет уверенность, что у этих ребят все в Саванне будет нормально. Посмотрим, какие еще выйдут львы. Пока вот Чук, Чип, молодняк. И все у них нормально. А вот, друзья, Дейл. Дейл переехал в вольер к Симону. Лежит здесь, отдыхает. И мы видим, что Симон, несмотря на то, что он привык быть таким единовластным вожаком, лидером Прайда, принял Дейла и без особой враждебности. Нормально у них прошла встреча. Вот. Дейл, видимо, уже от этих переездов так к ним относится спокойно, по-философски. Лежит. И здесь на солнышке греется. Будем надеяться, все у него будет хорошо, у нашего любимца. А молодняк, крепыши, юность, здоровье. Все у них прекрасно. И выглядят ребята отлично. Вот, красавчики. Так что теперь посетителям парка Львов-Тайган есть и в саванне на кого посмотреть, кем полюбоваться. Вот этой молодой гвардии, даже не молодой, а юной. Вон у них еще и, собственно говоря, даже гривы не выросли. Но зато есть чук, чип, старая гвардия, юная и старая гвардия вместе на территории саванны, на территории главного прайда объединились. Посмотрим, когда выйдут ребята из заколесного прайда, дальнего прайда, как они будут взаимодействовать. Потому что там тоже очень и очень сильные богатыри. Гирей, Алекс, Зевс. Но Марсель тут более такой мудрый, уже не такой молодой, чтобы во всякие авантюры бросаться. А вот эти, это троица, очень сильные львы. Особенно Гирей. Гирей любит делать набеги. Но посмотрим, как в этом году будут развиваться события. Смогут ли чук и чип сдерживать натиск Гирея. Потому что ясно, что эта малышня для Гирея не соперники. Вот, друзья, Симон лежит. Так, это у нас не Симон, это ребята из главного прайда, друзья, извиняюсь. Их пока не выпустили, но вполне возможно, что эти богатыри выйдут на поддержку чука. И тогда уже Гирею ход будет не так прост на территорию главного прайда. Потому что тут такие же качки, которые ему уже не уступают ни в росте, ни в силе. Но по характеру Гирей, конечно, он такой дерзкий парень. Вот, Дейл, Дейла Олег Алексеевич пока не стал выпускать в Саванну. Может быть, когда у него заживут все ранки, восстановится. То, может быть, даже выйдет на территорию Саванны к своему братану Чипу. И другу Чуку, с которым они долгое время враждовали. А потом вот стали друзьями. Что ж, друзья, вот такие вот новости из Саванны. Огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока. Продолжение следует.